12 сентября крупнейшей топливной компании ТВЭЛ исполняется 20 лет. Сегодня стартовал очередной этап коммуникативного проекта Дни информирования Уральского электрохимического комбината. Символично, что именно в этот день Новоуральск с рабочим визитом посетил глава госкорпорации Росатом Сергей Кириенко. Встреча в Доме культуры УХК с работниками и ветеранами комбината началась с приятных моментов. Глава Росатома Сергей Кириенко, во-первых, поздравил всех с 20-летием ТВЭЛ. И топливная компания, и комбинат, очевидно, являются сегодня не просто российскими лидерами, а являются мировыми лидерами. Это дорогого стоит. Так что с праздником. А во-вторых, сообщил, что Уральский электрохимический комбинат пошел в тройку лидеров по самому успешному внедрению и развитию производственной системы Росатома. Мы отбирали 10 лучших предприятий, которые получили право называться ПСР-лидерами, то есть такими образцовыми. Что значит? Значит, что мы всем остальным предприятиям атомной отрасли, 300, говорим, вот езжайте на эти 10 предприятий и учитесь, как надо работать. Вот комбинат ваш не просто вошел в десятку, он в тройку вошел лучших предприятий по производственной системе Росатома. И я хочу вас с этим, во-первых, поздравить, во-вторых, сказать большое спасибо, потому что это действительно крайне важно не только для комбината. Это, в общем, принципиально важно для конкурентной способности, а значит, для будущего в нашей отрасли. Рынок атомной энергетики восстановился после трагедии на Фукусиме. Восстановился, но существенно изменился. Так начался доклад генерального директора Росатома о стратегических приоритетах госкорпорации. Атомных станций во всем мире теперь становится все больше. Но на рынок заказчиков выходят новые страны из числа развивающихся – Индия, Бангладеш, Вьетнам, страны Африки. Они выбирают в партнеры Россию и заказывают у нас атомные станции полного цикла, как говорят, под ключ. Кроме того, именно Россия обеспечивает построенные станции топливом на весь их период эксплуатации. И это делает нас конкурентоспособными в постоянно изменяющихся рыночных условиях. Показательная вещь. В 2015 году американский журнал «Атомный инжиниринг», по-моему, называется, очень авторитетный журнал, понимаете, как в Соединенных Штатах сегодня к России относятся, они признали проект, построенный нами станцией в Бушере и в Индии, лучшими инженерными проектами в атомной энергетике в мире за 2015 год. Это показательная вещь. Понятно, что это надо было с заявным преимуществом, иначе бы политика не позволила такого решения принять. Вот для очень многих наших партнеров важно, что мы всегда выполняем свои обязательства. Они прямо честно говорят, что мы понимаем, что мы сегодня закажем французам, а потом на них надавят и будет так, как с мистралями. И по дороге они остановятся. А вы, если сказали, что вы будете делать, то вы точно построите. Сергей Кириенко ответил также на вопросы гостей мероприятия. Один из самых актуальных и интересующий, пожалуй, подавляющее число горожан – открытие новоурайской и снятие с него статуса закрытого образования. С технической точки зрения открыться можно, потому что в состоянии службы безопасности обеспечить достаточную защиту и государственные тайны, и антитеррористическую безопасность просто по периметру комбината. Это можно сделать. Поэтому позиция Росатома здесь заключается в том, что мы возражаем против открытия не по техническим соображениям и даже не по соображениям безопасности, а по соображениям социального климата и нормального самочувствия людей. Потому что большинство людей, насколько я знаю, это так, и по Новоуральску в том числе, большинство людей, живущих в городе, воспринимают закрытость как дополнительный фактор такой стабильности, безопасности, комфорта. Ну и это важно. Поэтому считаю, что на этой стадии этот вопрос должен быть снят. Мы вроде пока убедили Минэкономики, вы помните, они там в конце прошлого года вывешивали такой проект, потом они его убрали. Поэтому мы, собственно, аргументы наши были, слушайте, давайте сначала создадим территорию опережающего развития, развернем производство. Если мы дойдем до ситуации, когда сами жители города нам скажут, слушайте, давайте убирайте этот периметр, мешает он нам развиваться, значит, инвесторам к нам приходить, вот тогда и поговорим. Глава госкорпорации «Росатом» наградил ветеранов и работников Уральского электрохимического комбината за добросовестный труд, вклад в развитие родного предприятия и огромные успехи в работе. Орденом первой степени за заслуги перед атомной отраслью награжден почетный гражданин Новуральска Анатолий Петрович Кнутарев. Награды получили лучшие отличившиеся в работе сотрудники предприятия. После проведенной встречи состоялся пресс-подход, на котором Сергей Кириенко ответил на вопросы журналистов городских средств массовой информации. Об этом мы подробнее расскажем в наших следующих эфирах. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Дмитрий Дедюхин. Аннавуральская вещательная компания.